всем привет сегодня будем рубить капусту шинковать в начале будем рубить крошево может кто-то знает кто-то не знает но уж очень вкусные получаются щи их называют черные зеленые серые по-разному но очень вкусно а как это делается я вам сейчас покажу ну вот для начала нам нужно срезать все качные капусты которые у нас имеются листья ненужные мы оборвали но не все зелененькие вот такие вот совсем зелененькие которые не идут для засолки капусты у нас остались срезаем все качные которые у нас есть качные которые не пойдут и не годятся для засолки но вот такие где-то которые у нас не выросли не удались они у нас пойдут на крошево вот он подготовили капусту теперь у этой капусты нужно снять и вот такие зеленые листья которые нам не нужны будут для засолки капусты снимаем все зеленые листья которые вы выбросили бы их выбрасывать не нужно они нам пригодятся очищаем капусту до белых листьев то есть вот все так сказать зеленая черная мы убираем капусты так поступаем с каждым с каждым качном мы сняли вот вот такие вот зеленые листья теперь нужно промыть каждый листочек чтобы он был чистый вот промываем хорошо промываем чтобы не было земли песка промываем листочки от грязи от насекомых чтобы они были чистенькие беленькие значит смотрите чтобы нам приготовить крошево нам нужна специальная посуда вот такое корыто это мне досталось по наследству то есть его сами сколачивали вот такая палочка называется она сечка острые края у нее тоже сделано самостоятельно и смотрите значит насыпаем морковку корыто насыпаем листья которые помыли очень хорошо вот так вот воду сливаем лишнюю насыпаем корыто листвы берем сечку и вот так вот начинаем рубить процесс это долгий тяжелый поэтому заставим убить мужчину да нужно порубить чтобы крошево было мелкое но вообще-то зависит все от того какое вы хотите но чем мельче тем лучше морковка должна порубиться тоже мелко морковка не трется а все почему называется крошева потому что крошится по-другому рубиться крошится вот таким вот образом крошим рубим так вот переворачиваем потом потому что она до конца не прорубливается вот так и опять рубим потом я покажу что должно получиться и как рубиться не шинкуется а рубиться именно рубиться и вкус получается совершенно другой не такой как у квашеной капуста вот так вот продолжаем рубить крошева вот такое вот оно у нас получается процесс долги очень вкусный но очень не сравнимый ни с каким борщом и не с русскими ща щами да какие-то совершенно другие щи получаются очень вкусные необычные потом покажу как их варить вот так вот рубится особенно удачно щи получаются в русской печке как варили наши бабушки в деревне все вот это нужно порубить смотрите сколько еще слава спрашивает а можно ли перекрутить все это на мясорубке именно нужно корыто и сечка два инструмента благодаря которым получаются крошева кстати кому интересно может почитать в интернете откуда произошло это название в каких областях ведь не по всей россии варится щи из крошева я точно знаю что нижегородской вологодской новгородской областях да причем они по-разному называются серые щи черные щи зеленые щи ну вот мы срубили то что у нас было зеленые кто хочет посветлее чтобы было можно добавить светлых листочков или кочешки которые не уродились совсем вот так вот это уже их порубить потом все перемешать вот смотрите мы срубили крошева вот такое она у нас получилось вот меленько порубленная вот столько теперь берем соль без пищевых добавок каменную желательно и солим сказать не могу сколько все делается на глаз глаз щипли значит нормально вот пропорции не знаю вот перемешивается но главное не пересолить смотрите смотрите сами хорошо перемешивая ну если вы не пробовали крошева или советую вам попробовать потому что но это реально очень вкусно это не похоже ни на что и живя в сибири когда приехал валдай это новгородская область до попробовал ну не знаю это но очень вкусно у нас такого не делали так но соленая теперь смотрите берем бачок и и и перекладываем туда все вот это вот дело утрамбовываем его хорошо так вот далее как капусту солим так вот чтобы потом поставить под гнет нам надо чтобы она потом закисло чтобы получилось кислая так же как капусту будем его потом протыкать чтобы вышли газы смотрите чтобы соотношение капусты и морковки было так как вам нравится много морковки тоже не стоит делать вот почти ведро чуть-чуть не хватило ну ладно у нас еще будет подниматься так ну вот уложили все утрамбовали теперь нужно сюда положить гнет дощечку на него поставить какой-нибудь гнет и пусть стоит закисает сейчас покажу дальше так вот оставим и поставлю ведро с водой все вот так вот пусть квасится вот мое крошево заквасилось закисло сейчас я его переложу в трехлитровые баночки и уберу в погреб на хранение и и и и и